Самые мудрые, добрые, заботливые, понимающие люди в жизни каждого человека – это, несомненно, бабушки и дедушки. С 2009 года их специальный праздник, подчеркивающий особую значимость и важность роли старшего поколения, отмечают в разных городах из более чем 30 стран мира, в том числе и в Видном. Впервые на территории усадьбы Тимохова-Саласкина для виновников торжества организовали интересную программу с разными интерактивными зонами на любой вкус, в которых можно было принять участие в необычных мастер-классах или веселых играх. Очень приятно, что администрация помогла организовать такое мероприятие. Спасибо им большое. Мы надеемся, что это будет с традицией продолжаться ежегодно теперь. Мне хочется сказать благодарность руководству, которое организует такие праздники, особенно для нас, пенсионеров. Жизнь – это движение, а активное долголетие – это ее здоровый образ. Поэтому в праздничном мероприятии особое внимание уделили спорту. Для бабушек и дедушек провели урок по скандинавской ходьбе и все вместе сделали зарядку, которую назвали «В ритме молодости». Теперь слегка в натлоне самолет. На территории усадьбы расположился мобильный медпункт, в котором можно было проверить состояние здоровья, сдать анализы, померить давление, сделать флюорографию. На базе данного комплекса также возможно проведение специализированной медицинской помощи в составе врача-невролога, хирурга, эндокринолога, кардиолога. Многие, как и Лариса Мусорина, воспользовались возможностью пройти небольшое обследование своего организма. Очень удобно. Вот если у кого-то вдруг давление поднимется или же голова заболела, подойти, проверить самочувствие, потому что все-таки возраст. А у меня вот сахарный диабет, поэтому и таблетки с собой, все же на всякий случай, чтобы тут же оказали медицинскую помощь. А также для старшего поколения приготовили полезный кислородный коктейль, работала полевая кухня, предлагали горячий чай и кофе. Я очень рада, что собрали бабушек, дедушек, что даже можно поплясать и можно вот очень вкусное кофе попить. И несмотря на то, что погода немножко пасмурная, но настроение у меня хорошее. Праздник прекрасный. И здесь погулять прекрасно. Здесь такое место красивое. Так все сделано красиво. Каша лучшая в мире. Это точно. День бабушек и дедушек – это семейный праздник. Поэтому для детей организаторы мероприятия тоже придумали много интересных занятий. Елена Тининбаум вместе с внучкой посетила все интерактивные зоны. Декупаж мы делаем. Мы сегодня танцевали, мы сегодня пели, участвовали в конкурсах. Блины и морковку носили. Нам очень понравилось. Было весело, здорово, отлично. Глава Ленинского района Валерий Венцель пообещал в дальнейшем и не только в празднике продолжать уделять большое внимание старшему поколению. Нам не нужно останавливаться на наших достижениях. Мы должны дальше стремиться вперед и говорить о том, что люди старшего возраста, наши дорогие и уважаемые бабушки и дедушки в первую очередь заслушивают особого внимания и должны найти на территориях муниципалитета себе занятие по душе. В этот день в честь виновников торжества прозвучало много теплых слов и поздравлений. А изюминкой мероприятия стал концерт. Артисты исполнили всеми известные хиты, а также песни молодости главных героев праздника. На территории усадьбы получилась настоящая ретро-дискотека. Это молодые, энергичные люди. Мы танцевали вместе, мы веселились вместе. Я желаю им счастья, здоровья, тепла от их родных и близких. Этот праздник объединил бабушек и дедушек всего Ленинского района. На территории усадьбы можно было встретить жителей совхоза имени Ленина, Молокова, Развилки, Калиновки. Так, например, из поселка Володарского приехала целая делегация Совета ветеранов, которая устроила свой музыкальный мини-концерт. А в завершении праздничного мероприятия всем участникам конкурсов подарили цветы, сертификаты в кафе «Лесное» и памятные подарки. Анастасия Воронина, Наталья Чепурная, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.